В залах музея представлен наиболее плодотворный период творчества художницы – 60-е и 70-е годы XX века. Мы видим много портретов людей труда, сельских и городских пейзажей. В те годы она часто ездила по стране, посещала заводы и колхозные поля, но главной темой ее живописи стали вот эти легкие невесомые пейзажи, словно бы сотканные из света. Пришедшие на выставку аренбургские художники в один голос отмечали нестандартное мышление художника, ее воздушный стиль, словно бы сотканный из фантастических миражей. Телекамера при всем желании не сможет передать бесконтурную трепетность живописных мазков. А вот если посмотреть картины, как говорится, вживую, то от них буквально не оторваться. Выставка в аренбурге состоялась благодаря инициативе частного коллекционера Ивана Хатинского, а до этого уже много путешествовало по стране. Картины художника живут только тогда, когда они выставляются, когда они говорят, пишут, когда они служат людям. Публика подолгу задерживается в зале, где представлена так называемая беспредметная живопись, и которую так и хочется сравнить с полотнами французских импрессионистов. И снова подчеркну, на телеэкране этого разглядеть невозможно. Казалось бы, ничего особенного, а настроение улучшается. Сейчас много художников, которые пишут работы депрессивного характера. Здесь же живопись радостная и оптимистичная, светлая. Она обеспечивает минимум две недели хорошего настроения. Очевидно, что подобные передвижные выставки имеют большое будущее. И не важно, из частного ли собрания картины или из государственного. Важно, что они интересны. Спасибо вам большое. Мы рады видеть вас в нашем музее. И вот знак благодарности, вот такой вот памятный адрес и альбом нашего музея. Спасибо большое. Ирина Чернова, Никита Плотников. Новости дня.